Здравствуйте, мои дорогие пятиклассники! У нас сегодня урок русского языка. Открывайте рабочие тетради, записываем. 14 апреля, классная работа. Тему урока, ребята, не пишем пока. Оставляем пустую строчку. И начнем мы наш урок с повторения. Посмотрите внимательно, ребята, на вопросы и устно ответьте на них. Итак, что такое имя существительное? Это часть речи, которая обозначает предмет. И отвечает на вопрос «Кто? Что?» Изменяются имена существительные по падежам и числам. Для того, чтобы определить падеж существительного, нужно к нему задать вопрос. Падежи, я думаю, вы вспомните и назовете сами. Вспомните детскую считалочку, запоминалочку, которую, наверное, ваши родители тоже знают. Иван родил девчонку, верил тащить пеленку. Итак, ребята, что такое начальная форма существительного? Это форма именительного падежа единственного числа. А вот последний вопрос, ребята, какие окончания имеют имена существительные в начальной форме, я предлагаю вам записать в тетрадь. Итак, пустую строчку отступили, помним про нее. А дальше запишите, пожалуйста, следующее. Итак, существительные мужского и женского рода имеют окончание а, я, а также нулевое окончание. И примеры в скобочках у вас. Существительные среднего рода имеют окончание о, е. Примеры находятся в скобочках. Ребята, поставьте на паузу, запишите, а мы пойдем дальше. Пишите, пожалуйста, предложение. Письмо принесло новости об отце и матери. И выполните задание после предложения. Поставьте на паузу и выполняйте работу. Давайте проверим, что у вас получилось. Итак, грамматическая основа. Письмо принесло однородные члены об отце и матери принесло, что новости. Новости о ком? Об отце и о ком? О матери. Ребята, посмотрите, пожалуйста, вот такие окончания вы должны были выделить в именах существительных и определить их в падеже. И здесь, ребята, возникает вопрос. Посмотрите внимательно на два последних существительных. Это существительные, которые являются однородными членами предложения. Они стоят в одном и том же предложенном падеже. Тогда почему у них разные окончания? Как вы думаете? Вот это и будет тема нашего сегодняшнего урока. Изменение имен существительных по падежам и числам. Итак, называется это склонение имен существительных. Запишите, пожалуйста, тему сегодняшнего урока. Далее, ребята, следующее задание. Прочитайте и спешите в тетрадку следующие слова. Страна, земля, папа, дядя. Посмотрите на эти слова. Что вы можете о них сказать? Это имена существительные, которые стоят в начальной форме. Род и окончание у них какое? Это существительные мужского и женского рода с окончанием «а», «я». Ребята, ну и вопрос. Как вы думаете, окончание «а», «я» – это разные окончания или варианты одного и того же? Конечно, ребята, правы те, кто ответил, что это варианты одного и того же окончания. И для того, чтобы вы в этом убедились, я записала транскрипцию этих слов. Смотрите, страна произносится звук «а», и земля произносится тоже звук «а». Соответственно, окончания у них одинаковые. Просто варианты одного и того же окончания. Итак, ребята, что мы будем делать с этими словами? Они стоят у нас в начальной форме. Значит, они стоят в форме именительного падежа. Запишите, пожалуйста, рядом слева именительный падеж. А дальше вам нужно изменить данные имена существительные по падежам. То есть, просклонять их. Но слова, ребята, не пишите. Напишите только окончания, которые поменяются, когда вы именяете форму слова. Итак, поставили на паузу, ребята, работаем. А мы продолжим. Проверьте, пожалуйста, себя. Итак, ребята, проверили. Давайте сделаем вывод из того, что мы с вами написали. Посмотрите, ребята, существительные мужского и женского рода с окончанием «АЯ» в начальной форме имеют в косвенных падежах одинаковые окончания. Это позволит нам объединить эти существительные в одну группу. Теперь посмотрим дальше. Следующую группу существительных. Давайте изменим по падежам существительные «Огонь», «Окно», «Поле». Запишите их себе ниже. Что мы можем сказать об этих существительных? Они тоже стоят в начальной форме. Они в мужском роде имеют нулевое окончание, а в среднем роде имеют окончание «О», «Е». Давайте тоже изменим данные существительные по падежам. То есть, просклоняем их. Итак, поставили на паузу, ребята, и работаем. Проверьте себя, что у вас получилось. Что мы видим, ребята? Окончания у этих существительных тоже совпадают. Значит, мы можем и эти существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием «О», «Е» объединить в одну группу, условно, во вторую группу. Итак, идем дальше. Следующая, третья группа существительных. Давайте мы запишем ее. Это существительные «Печь» и «Степь». Что мы можем сказать про данные существительные? Они тоже стоят в начальной форме. Оба слова имеют нулевое окончание, относятся к женскому роду, и основа оканчивается у них на мягкий знак. Ну, вы поняли уже, да? Наша задача просклонять и эти существительные, и посмотреть, совпадают ли у них окончания. Ставим, ребята, на паузу и работаем. Давайте проверим, что у нас получилось. Посмотрите. Абсолютное совпадение окончаний. Значит, мы можем существительные женского рода с нулевым окончанием тоже объединить в одну группу. Какую мы особенность заметили, ребята? В трех косвенных падежах окончания, да, совпадают. Ребята, можно ли существительность женского рода с нулевым окончанием и основы, оканчивающиеся в начальной форме на мягкий знак, объединить в третью группу? Конечно, можно. Потому что у них окончания в косвенных падежах совпадают. Мы об этом уже сказали. Тогда на сколько групп мы с вами разделим все имена существительные? Конечно, на три группы. А по какому признаку, ребята, мы их разделили? Подобие окончаний в косвенных падежах. Ребята, давайте еще раз вспомним, как называется изменение имен существительных по падежам и числам. Конечно, склонения. И на сколько групп делятся все имена существительные? По типу склонения на три группы. Ребята, ну и еще один вопрос. Подумайте, склонение – это постоянный признак существительного или непостоянный? И почему? Конечно, ребята, склонение – это постоянный признак, потому что при изменении формы слова склонение существительного не меняется. Итак, ребята, как же узнать, к какому склонению относится имя существительное? Вот вам алгоритм действия. Первый шаг. Поставьте имя существительное в начальную форму. Второй шаг. Определите род существительного. Затем, третий шаг. Выясните окончание в начальной форме. И уже по роду и окончанию определите склонение. Мы с вами выяснили, что к первому склонению относятся существительные мужского рода и женского рода с окончанием, а я. Ко второму типу склонения мы отнесли мужской род с нулевым окончанием и средний род с окончанием уе. И к третьему типу склонения относятся существительные женского рода с нулевым окончанием. Итак, ребята, еще раз внимательно посмотрим. Давайте начнем с третьей колоночки, с третьей таблицы. Посмотрите. Дедушка, дядя, бабушка, тетя существительные мужского и женского рода с окончанием а, я. Значит, отнесем их к первому склонению. Класс. Камыш, окно, солнце. Мы видим мужской род с нулевым окончанием, средний род с окончанием ое. Следовательно, это будет второе склонение. И слова ночь, тень, женского рода с нулевым окончанием, на конце мягкий знак, перед нами третье склонение. Ребята, а зачем нам нужно определить склонение? Ну, конечно, чтобы правильно написать падежное окончание, чтобы не ошибиться. А как вы думаете, какие буквы в окончаниях самые коварные? Конечно, это буквы Е и И. Что же нам делать? Учить все окончания наизусть? Конечно, нет. Я вам дам простой совет. Ребята, если перед вами существительное первого склонения, подставьте вместо него слово «земля», потому что там окончание всегда ударное. Например, котенок заснул около тетрадки или тетрадки. Я не знаю, что писать. Я убираю слово «тетрадка», заменяю его словом «земля». Около чего? Земли. Значит, котенок заснул около тетрадки. И я уже не сомневаюсь. А что нам делать с существителями второго и третьего склонения? А с ними еще проще, ребята. Давайте внимательно посмотрим на окончание существительных второго склонения и окончание существительных третьего склонения. Что мы видим, ребята? Посмотрите второе склонение. Есть ли там буква «и» в окончании? Нет. Там только в предложенном падеже буква «е». Значит, если у вас существительное второго склонения, смело пишите букву «е», если вы сомневаетесь, и «е» писать, или «и». Потому что буквы «и» там быть в принципе не может. И наоборот. Если у вас третье склонение, то там может быть только буква «и». Посмотрите внимательно на столбик третьего склонения. И никогда там не будет буквы «е». Я думаю, что это запомнить легко. Итак, ребята, повторим. Во втором склонении пишется только «е» в окончании. Например, «На гарнитуре», «О водолазе», «Пятно на тюле». А в третьем склонении пишем только букву «и». Например, «Нет мозоли» и «Думаю о ночи». Устал делать уроки, хочу отдохнуть. Итак, ребятки, давайте закрепим изученное. Ваша задача самостоятельно выполнить первую часть упражнения 530 по образцу. В тетрадочке себе запишите «Тренировочная работа». Выполните первую часть упражнения, сфотографируйте и отправьте на проверку. Но я вас попрошу еще включить в эту фотографию момент рефлексии. А она у нас будет такая. Продолжите, пожалуйста, предложение. Сегодня на уроке «Я». Что вы? Что-то узнали? Чему-то научились? Или свой вариант? Я хорошо поработал. Я очень старался. Я был молодцом. И тоже отправьте, пожалуйста, учителю. Итак, ребята, домашние работы письменные я вам не задаю сегодня. Наша задача хорошо знать признаки имен существительных первого, второго, третьего склонения. Это залог вашей грамотности. Спасибо вам, ребята, за работу. И не забудьте обязательно отдохнуть после урока. До следующего занятия. Спасибо.